Тон Моррис, я занимаюсь научной деятельностью в Институте проблем креационизма и там же преподаю геологию в аспирантуре. Наступившее десятилетие сулит нам немало интереснейших открытий, которые помогут ответить на извечный вопрос о происхождении Вселенной и человека. Кто мы? Продукт эволюции? Случайный результат мутации и естественного отбора? Или же нас произвела на свет рука мудрого Творца? Роджер Окленд, писатель, в прошлом университетский преподаватель биологии, часто выступает с лекциями на эту тему. Его слушают и ученые, и люди далекие от науки. Факты, которые вы узнаете из этой лекции, потребуют от вас думчивого и непредвзятого подхода. Лекция на тему «Очевидность сотворения мира. Происхождение планеты Земля». Докладчик Роджер Окленд, специалист в области биологии, теории эволюции, археологии и истории. Вопрос о происхождении Земли и жизни на ней издавна вызывает споры. Где начало всего? Когда и как появилась жизнь? На сей счет существует два противоположных мнения. Первое связано с теорией эволюции. Это созданная человеком гипотеза о происхождении и развитии жизни. А так как очевидцам не было и нет, в основу эволюционных представлений положены не наблюдения, а лишь догадки у людей о том, как все могло происходить. Второе мнение связано с идеей сотворенности, которая дана нам через божественное откровение Библию. Там мы найдем правдивый рассказ об истории Земли, а затем, посмотрев на современный мир, мы сможем определить, подтверждается ли библейская модель фактами. Прежде чем начать сегодняшний разговор, я должен вам кое в чем признаться. Большую часть своей жизни я не разделял креационистских воззрений. Я верил в теорию эволюции и даже преподавал биологию по Дарвину. Однако, лет 14 назад моя жизнь круто переменилась. Я стал креационистом. Спустя несколько месяцев принял библейскую модель сотворения, а затем и христианство. Мой пример показывает, что милость Господня может изменить человека. Я убедился, что Библия говорит правду, и все сказанное в ней вполне согласуется с результатами научных наблюдений. Для начала хочу обратиться к книге псалмов и прочесть вам строки, которые кратко и точно выражают мои нынешние взгляды. Псалом 118, стих 105. «Слово Твое – светильник ноге моей, и свет стызе моей». Далее стих 130. «Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых». И, наконец, стих 169. «Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня». Итак, креационист берет за основу библейскую модель происхождения жизни и затем ищет ей подтверждения в реальном мире. Этим мы сегодня и займемся. Исходя из концепции сотворения, мы проанализируем очевидные факты и посмотрим, противоречат ли они этой концепции. Согласно Библии, мир начинался так. Книга Бытия, глава 1, стих 1. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Таким образом, рождение мира произошло сверхъестественным образом. Всемогущий Творец создал все из ничего в соответствии со Своим планом. Так гласит Писание. «Он создал небо и землю». Из этих слов можно вывести простую истину. Бог сотворил все, что существует во Вселенной, включая и звезды, и Млечный Путь. Он сотворил Солнечную систему и, разумеется, планету Земля. Мы можем применить и более основательный подход к тем же словам, рассмотрев их первоначальное значение в Иврите. И тогда мы глубже постигнем Божественное Откровение. Ясно, что всякий строитель, всякий архитектор, прежде чем возводить здание, должен приготовить строительный материал. Именно так поступил Бог. И Он Сам нам об этом говорит. Все, что есть во Вселенной, состоит из атомов. Атом — основной элемент окружающего нас мира. И заметьте, в атоме соединены три компонента — пространство, материя и энергия. И если мы еще раз внимательно прочтем первые три стиха книги Бытия, то поймем истинный смысл божественных слов. Бог, прежде всего, сотворил пространство. Такое значение заключено в слове «шамаим», что на иврите означает «небо». Бог сотворил материю, из которой сделано все, что подразумевает слово «земля» на иврите «рец». И, как говорит Библия, эта земля, то есть материя, была безвидна и пуста. Она еще не имела сколько-нибудь значимой формы. Вот простая аналогия. На левой половине слайда детали детского конструктора, разбросанные по полу в беспорядке. На правой половине мы видим те же самые детали, составляющие уже нечто целое, собранные по определенному плану. Так поступил и Бог. Он взял материю и придал ей форму, то есть атомную структуру, привнеся третий компонент – энергию, обозначенную в Библии словом «свет». Под светом здесь понимается не только видимый спектр, но энергия всех известных нам частот электромагнитного спектра. Таким образом, мы имеем материю, пространство и энергию, три компонента, из которых сложен атом, основной кирпичик – мироздание. Следующий важный момент в учении о сотворении мира. Как мы знаем из Библии, Бог произвел совершенно уникальное вещество – воду. Помните, и Дух Божий носился над водою. Как известно, вода необходима для жизни. Без воды ничто не может жить. Вода обладает уникальными свойствами, и в этом с ней не сравнится никакое другое соединение или элемент. Итак, при сотворении мира присутствует вода, что также вполне согласуется с очевидными фактами, поскольку вода необходима всем живым существам. Как же дальше развивается модель сотворения мира? Исходя из сведений, имеющихся в Библии, мы заключаем, что первоначально земля была совсем не такая, как теперь. Первая глава Бытия, стих 6 и 7, дает представление о том, что являла собою первобытная земля. Напрашивается вывод. В начале времен землю каким-то образом окружала вода. Глава 1, стих 6 и 7. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. Сколько же людей, дойдя до этого места, спрашивали себя, что это значит? А все очень просто. Из библейского рассказа следует, что сразу после сотворения земля была окружена водой. Этот рисунок, конечно, не претендует на точность масштаба, но он отражает главную идею. В начале земля была заключена в некую водяную оболочку. И вспомните, что говорит Библия, твердь отделила ту воду, что вверху, от той воды, что внизу. Это твердь, пространство, где летают птицы, стих 20-й первой главы Бытия. И вот, благодаря этой отделенной твердью водяной оболочке, мы можем назвать ее водяным пологом или куполом, на Земле сложились климатические условия, совершенно отличные от современных. Должно быть, первобытный водяной полог играл примерно ту же роль, что и наш озоновый слой, который защищает нас от высокочастотного излучения. Но кроме того, такая паровая оболочка неизбежно должна была создать парниковый эффект, а значит и особый климат, не похожий на нынешний. Посмотрите, что происходит в обычной теплице. Солнечный свет свободно проникает через стеклянную крышу, и внутри создаются условия, благоприятные для быстрого развития растений и животных. Точно так же защитный паровой купол Земли пропускал низкочастотное излучение Солнца. Внутри купола возник тепличный эффект или эффект террариума. При этих условиях на Земле не могло быть различных климатических зон, какие наблюдаются в настоящее время. На всей планете от полюса до полюса были субтропики. В наше время Земля прогревается неравномерно. Полярные области получают гораздо меньше тепла, чем экваториальные. В результате образуются зоны с высоким и низким давлением, что вызывает перемещение воздушных масс и выпадение осадков. Но это теперь. А тогда под куполом из пара при равномерном прогреве не могло быть разности давления, а значит не могло быть дождей. И примечательно, что Священное Писание говорит об этом буквально. Бытие, глава 2, стих 6. Но пар поднимался с Земли и орошал все лицо Земли. Иначе говоря, атмосфера была насыщена туманом, что также соответствует нашей модели, то есть условиям парникового эффекта на первобытной Земле. Еще одно немаловажное свойство парового купола. Он должен был поглощать опасное для жизни высокочастотное излучение, подобно тому, как озоновый слой теперь поглощает ультрафиолетовые лучи, которые разрушают клетки, вызывают мутации, перерождение тканей и рака. Окружавший древнюю Землю водяной полох отфильтровывал вредное излучение. В этих благоприятных условиях организмы могли жить дольше, а раз они жили дольше, то, естественно, могли достигать больших размеров. Если библейская модель происхождения жизни, предполагающая водяной купол, верна, она должна подтверждаться географией ископаемых окаменелостей. И действительно, сейчас в самых различных районах земного шара обнаруживают ископаемые организмы, характерные для субтропиков. Вот эти окаменелые пальмовые листья нашли на севере Канады, в толще вулканического базальта. В современном климате северной Канады пальмы расти не могут, однако в далекие времена они там росли, что подтверждается научными данными. Мы можем отправиться еще дальше, на север, в Заполярье. Вот, скажем, Новосибирские острова. Они расположены всего в нескольких сотнях миль от Северного полюса. Первооткрыватели ждали здесь поразительные находки, вмерзшие в лед фруктовые деревья высотой до 20 метров, с плодами и зелеными листьями. А вот архипелаг Шпицберген, где были найдены не только пальмы, но и окаменелые останки морских организмов, населяющие субтропики, в том числе кораллы и поныне живущие только в субтропических водах. Еще один район удивительных находок в Заполярье, Северная Аляска. Там, в толще льда, обнаружены останки гигантских саблезубых тигров и гигантских ленивцев, вымерших субтропических животных, которые в далеком прошлом населяли Землю и оказались под ледяным панцирем в результате внезапной катастрофы. А на острове Аксельхайберг, также в нескольких сотнях миль от Северного полюса, ученые недавно нашли останки вечно зеленой секвои. Некоторые из пней достигали в диаметре 2 метров. Высота этих деревьев, вероятно, была более 50 метров. И секвои, и другие растительные окаменелости свидетельствуют о том, что некогда эта местность очень напоминала современные болота на юге Флориды. До сегодня останки древней растительности сохранились в осадочных отложениях. Исследования соседних островов привели к новым потрясающим открытиям. В высоких арктических широтах когда-то водились аллигаторы, крокодилы, черепахи, змей и саламандры, то есть водные обитатели болотистых лесов. Итак, на заре своей истории Земля была совершенно иной, чем сейчас. Субтропическая флора покрывала ее от полюса до полюса. Это еще раз подтвердили недавние аналогичные находки в районе Южного полюса. Факты доказывают и то, что раньше все формы жизни были гораздо крупнее. Например, мохоподобные растения достигали высоту 1 метра, а древовидные папоротники вырастали до 15-20 метров. Такими же, судя по окаменелостям, были и древние хвощи. Теперь же их высота всего 45-60 сантиметров. Жили в те времена и гигантские насекомые, такие как ископаемая стрекоза сразу.